Мужчины, которые активно ищут любовные отношения. Какова ваша стратегия и работает ли она? Я некоторое время находился в поиске отношений, но никакого успеха в поиске не было. Поэтому я был бы рад воспользоваться некоторыми вашими советами. Для контекста я никогда не был в отношениях раньше. Общий совет это найти хобби и познакомиться с новыми людьми. Если вы не знаете, чем заняться, то я рекомендую кулинарные курсы. Даже если у вас нет страсти к этому, все, особенно молодые люди, должны уметь готовить. Никто также не будет считать, что это не ваше дело. И еще, это хобби, которым в большей степени занимаются именно женщины. Так что это также является большим плюсом. Звучит довольно классно, и это даже не зависит от того, сможете ли вы развиться в плане поиска отношений или нет. Благодарю за совет. Сколько вы платите за уроки кулинарии? Я разбираюсь в этом, потому что я люблю готовить. Я действительно хотел бы встретить женщину, которая любит готовить, но уроки кулинарии стоят 50 долларов. Лол. Я согласен с поиском хобби. Попробуйте найти взрослый класс по изучению чего-либо, или просто посетите какое-нибудь мероприятие, где много людей собираются вместе и учатся. Это отличный способ встретиться с людьми, если вам нравится заводить новые знакомства. Таким традиционным методом. Я никогда не был человеком, который любит сайты знакомств и подобные приложения. Я всегда находил новых девушек в школе и на вне классных мероприятиях. Моя нынешняя стратегия – это надеяться на чудо. И это не работает. Изменено. Ну, я думаю, чудеса случаются. Я понадеюсь вместе с тобой и посмотрю, поможет ли это. Ты просто недостаточно горяч. Стань немного горячее. Все шутки в сторону, потому что этот способ реально работает. Хотя не обязательно так готовиться и репетировать его, так как вы можете найти свою любовь и без него. Так вот, насчет этого способа. Сразу скажу, это займет чертовски много времени. И вам потребуется немного удачи. Я встретил свою самую первую девушку, с которой я в итоге встречался в течение двух лет. Имейте в виду, мне тогда было 20 лет. На работе в один день. Я работал в розничной торговле и был слегка влюблен в некоторых своих коллег. Но эта застенчивая, милая, высокая брюнетка всегда приходила со своей мамой и старшим братом в мой магазин. И мы довольно часто виделись. Однажды она тоже пришла в магазин, скупилась и примерно через 3 часа она реально вернулась ко мне и спросила, помню ли я ее. Я подумал, что это было действительно очень мило с ее стороны. И я до сих пор помню об этом. Я всегда понимал, что у меня не было бы достаточно смелости спросить какую-нибудь кассиршу, помнит ли она меня. А даже если бы я так и сделал, то я уверен, я бы чувствовал себя супер неловко. Но мне было очень приятно это слышать от той девушки, тем более учитывая то, как она заулыбалась, когда я сказал ей, что она мне тоже нравится. Мораль этой истории такова. Не задумывайтесь о своих возможностях. Возможно, вы все детство были изгоем или у вас постоянно что-то не получалось и вас все считали за неудачника. Все равно. Всегда будет какая-то одна девушка, которая будет любить вас. А вы, в свою очередь, должны делать какие-то шаги ей навстречу, чтобы у вас все получилось. Я ездил на автобусе в университет каждый день и там была одна милая девушка. Она постоянно ездила вместе со мной. Я попытался начать контактировать с ней, сидя тихо на своем месте. И надеюсь, что однажды она сама первая начнет разговор со мной. В итоге, чуда не случилось. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Прошлой ночью я решил заняться чем-то новым, а не просто мыть посуду и убирать по дому. Я пошел на одно мероприятие, которое на самом деле было очень легко найти. И там было довольно много людей. Я сидел в углу большой комнаты и пил свою колу с ромом. Женщине, которая в итоге подсела ко мне, понравилось мое место. И поэтому она решила сесть ко мне. И тогда мы начали понемногу общаться. Мы продолжали общаться в течение всего следующего вечера. Мы продолжали болтать, пока другой парень не подошел к нам, чтобы поболтать с нами. А потом мероприятие закончилось, и мы решили пойти куда-то, но этот парень до сих пор был с нами и никак не собирался уходить. Потом она попросила меня пойти потанцевать в другое место, и я так и сделал. Мы немного потанцевали, а потом уже познакомились поближе, когда тот парень ушел. Я вообще не знаю, как после того вечера я добрался до своего дома. Как вы находите такие события? Я ненавижу тиндер и все подобные приложения, и я склонен вести себя более скромно. Поэтому мне бывает довольно трудно общаться с новыми людьми. И, конечно же, это не помогает мне жить в маленьком городке, заполненном наркоманами. И единственные женщины, которые любят меня в приложениях для знакомств, выглядят совершенно ужасно. Кажется, что все всегда идет наперекосяк, независимо от того, как сильно я стараюсь. Поэтому я просто живу и пытаюсь быть общительным, и особо не претендую на что-то еще. Общительность и открытость – вторая по значимости вещь, которая уступает только уверенности в себе. Если вы общительный и открытый, вам будет довольно легко найти себе девушку. Это отстойно, потому что не все парни довольно общительные. Но это качество должно быть, наверное, у каждого парня. Ты все делаешь правильно, чувак. Единственное, что вы можете сделать, чтобы побыстрее найти себе девушку – это побольше выходить на улицу и встречать больше новых людей. Я также заметил, что некоторые встречи и определенные мероприятия привлекают довольно многих девушек, которые хотят найти себе парня. Так что это тоже довольно хороший способ. Но не факт, что вы найдете себе именно ту девушку, которая будет хотеть серьезных отношений. То же самое. Обе мои подруги были женщинами, которых я знал в течение долгого времени. И они очень часто были у меня дома. И однажды они обе пригласили меня на свидание. Это было довольно сильным испытанием. С первой я встречался три года, а со второй шесть. Но стоит отметить, что встречался я с ними в разные периоды своей жизни. С первой мы просто расстались, а со второй я не захотел продолжать встречаться, потому что мне не нравилась идея брака с ней из-за ее родителей. Именно поэтому наши отношения так и не стали довольно серьезными. Хотя я не знаю, почему ее родители так относились ко мне, потому что я даже ничего не сделал плохого. Из-за чего ко мне можно было бы так относиться, серьезно. И, кстати, недавно она поняла, что любит женщин. И теперь она встречается с женщиной. Мне 21 год, и единственные женщины, которые спрашивали у меня, флиртую ли я, это официантки и стриптизерши. Для меня это довольно хороший признак того, что я не тот парень, которого любят девушки. Онлайн-свидания всегда были моим единственным видом знакомств. Это однажды сработало, но не закончилось ничем хорошим. Я отец-одиночка, и по какой-то причине я всегда старался избегать встреч с другими родителями-одиночками. Но недавно я решил, что мне следует просто пойти и найти других родителей-одиночек. Кроме того, я активно пытаюсь найти таких, чтобы это не переросло слишком быстро в очень серьезные отношения. На прошлой неделе я встретил очень милую маму-одиночку, и мы вчера пообедали. Очень надеюсь, что у нас все получится. Отношения – это просто тусоваться с кем-то, а затем разъяснять, что вы оба хотите воздержаться от подобных отношений с другими людьми. И потом вы еще добавите к своим отношениям какие-то правила, чтобы еще более сильнее загнать себя в какие-то рамки. В неправильных отношениях, как эти, которые я описал выше, нет реального совета от друг друга. Вы не сможете даже встречать новых людей. Задумайтесь, насколько глубокой может быть ваша связь с кем-либо. Проводите вместе время, открывайте и узнавайте что-то о своем партнере постепенно, и просто говорите о своих планах. Как только вы достигнете определенной точки, вы будете понимать, предпочитаете ли вы быть с этим человеком, и добавить какое-то обязательство к этим отношениям или нет. Если обе стороны чувствуют себя одинаково в такой ситуации, вуаля, у вас теперь есть настоящие отношения, которые не разрушаются сразу после того, как они начались. Я учусь в колледже, но мне все говорят, что я веду себя так, будто мне 30 лет. Это все потому, что я не люблю вечеринки, какие-то встречи и все такое. Чувствуется, что все просто хотят делать такое поверхностное дерьмо и ни капли не развиваться. По крайней мере, в 30 лет все еще относительно молоды. Я тоже сейчас учусь в колледже, и моя бывшая назвала меня 50-летним стариком, и она не ошиблась. Меня не интересует что-либо типичное для 21-летнего парня. Я продолжаю говорить себе, что когда я стану старше, все станет лучше, но только время покажет. Это может быть скрытым благословением. Используйте это время, чтобы начать свою жизнь, и вы будете на 5 с лишним лет впереди своих сверстников. Я обнаружил, что когда вы приводите свою жизнь в порядок, другие вещи как бы сами по себе становятся на свои места. Я работаю над теорией, с которой я могу встретить идеального человека, работая дома и имея хобби, такие как игра в Red Dead Redemption 2. Мне нужно больше времени, чтобы более подробно изучить все возможные результаты. А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал все также находится в описании. И если на этом видео наберется много лайков, я сразу же начну делать вторую часть. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Спасибо, что поставил лайк и подписался на канал. До завтрашнего вечера. А вот рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И возможно именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин